Всем привет! Меня зовут Дмитрий, вы на канале Android Setup и в этом видео я вам расскажу про смартфон Tecno Pop 2S. Довольно-таки милое название. Ладно, давайте быстренько посмотрим его комплект, посмотрим смартфон, сделаем вывод. Поэтому, опа, коробочку положу туда и сразу навстречает смартфон. Конечно, я им уже попользовался, он у меня включен, все активировано, но мы с вами сейчас начнем с комплекта. Пока я распаковываю аккуратненько комплект, скажу, что это бюджетный смартфон, цена колеблется от 5 990, это в QQ цена, и чуть ли не до 7000, там от 5 900, ну, короче, от 6 до 7, вот, вот такая вот цена, там может быть разная, может быть и 6, короче, я, наверное, сейчас приложу скриншот, чтобы вы посмотрели с его ценой, но это бюджетник. Далее, тут какие-то наклейки, микро-USB кабель, соответственно, зарядное устройство 5 вольт и 1,2 ампера. Я думаю, если его кинуть, то оно может разбиться, поэтому просто положу вот сюда вот. Гарнитура, обычная погремушка, причем она похожа на EarPods, но эта погремушка обычная. Распаковывать я даже не вижу смысла, поэтому ничего страшного. Что мне очень нравится в смартфонах техно, это меня забавляет почему-то вот эта вот штучка, на которой написано, что гарантия 12 месяцев и еще один. Далее, тут еще небольшое количество макулатуры и чехол. В комплекте, тут, в принципе, больше ничего нету, в комплекте есть чехол. Соответственно, это мы аккуратненько все разложим на пол. И знаете, что по поводу чехла? Блин, слушайте, для такого смартфона бюджетного чехол довольно-таки классный. Во-первых, он имеет небольшую текстуру сзади, что, в принципе, выделяет его среди всех чехлов. Целую минуту про чехол рассказываю. Короче, он классный, удобный. И самое главное, у него тут есть такие специальные штуки, которые являются вот такие вот тут штуки, которые являются заглушками. Заглушками отверстий в смартфон. То есть, знаете, чтоб, типа, туда не засорялось ничего. И могу сказать, что он придает ему какую-то защиту от чего-то. Вы знаете, а вот это даже не влазит. А нет, оно влазит, нужно все-таки немножечко доработать лезвием. Вот, вот так вот. Ну, чуть-чуть надо там подрезать. В чехле лежит прикольно, хотя, честно говоря, хотел сказать, придает скользкость. Нет, нет, не придает скользкость. Он такой плотненький. Такой, знаете, каучуковый больше, чем резиновый. Точнее говоря, чем силиконы. Но давайте поговорим о самом смартфоне. Я все-таки сейчас чехольчик сниму. Тоже аккуратненько его сниму. Да, что аккуратненько? С задней крышкой сниму. Аккуратненько же снимать, это не про нас. Да и тут задней крышкой сниму. Неплохо, в принципе. Снял чехольчик с задней крышкой. Интересно, он отсюда вытаскивается как-нибудь? Да, вытаскивается. Чехольчик, наверное, просто отложу вот сюда. Итак, раз уж я снял заднюю крышку, то сразу скажу, что тут два слота под nano sim-карты, слот под карту памяти и несъемная батарея на 3050 мАч, которой, в принципе, хватает на день. Не больше. С утра и до вечера. Вот и все. Также, сзади есть двойный модуль камеры. 13 мегапикселей, вспышка, все, больше ничего нет. Самое, что удивительно, для бюджетного смартфона все собрано очень даже качественно. Итак, одеваем заднюю крышку. Кстати, что классного в задней крышке, ну, обычное пластиковое, глянцевое покрытие, это градиентный рисунок. Он прям, вот смартфону он придает уже совершенно другой вид. Вот абсолютно. Он становится, казалось бы, ну, простой бюджетник, ну, что тут ничего необычного. Но, блин, вы просто посмотрите. Вы просто посмотрите, как этот градиент переливается. Казалось бы, простенький недорогой смартфончик, а за счет градиента смотрится уже совсем по-другому. Но давайте по поводу органов управления. С правой стороны, в принципе, они все и находятся. То есть, видите, камера не сфокусировалась, и ладно. Короче говоря, тут и кнопка включения, и качель громкости. Сверху нету вообще ничего, так же, как и с правой стороны. Потому что, как я и сказал раньше, слоты под сим-карты находятся под крышкой. Снизу у нас есть все остальное. Это джек 3,5, что в 2К19 хороший тонн. И микро-USB, и еще маленькая дырочка для микрофона. Спереди фронтальная 8-мегапиксельная камера. Также есть фронтальная вспышка. Экран 5,5 дюймов. Разрешение HD+. Там 1440 на 720. Поэтому скажу про защитную пленку, которую наклеили с завода. В принципе, очень даже классно, приятно. Итак, погнали по фишкам. Самая прикольная фишка в этом смартфоне, это разблокировка по лицу. Я, честно говоря, привык, что в смартфонах недорогих, как бы разблокировка по лицу, ну такая. Тут разблокировка по лицу. Сейчас я вам покажу. Смотрю. Включил. Разблокировал. Еще разок. Включил. Разблокировал. Еще разок. Включил. Разблокировал. В принципе, для бюджетника это прям ух-ух. Я ожидал, что это будет гораздо медленнее. Но давайте дальше. На борту этого смартфона 9-й Android. Сверху оболочка HiOS, по-моему, версии 5. По поводу оболочки, что хочу сказать. Во-первых, тут есть самое главное для меня. Это запись разговоров. Причем можно сделать автоматическую запись. Сама система работает замечательно. После того, как я уже установил все приложения, там все более-менее сделал, все стало шустро, быстро, вообще без проблем, что это я открыл. Вот. Также мне очень нравится в HiOS. Есть вот такая вот, не знаю, особенность в их системе. Это вот этот маленький тулбарчик. Маленький, в который ты можешь поскидывать разнообразные приложения. Они там будут работать. Так, по поводу железа. Тут MTK 6761. Насколько помню, это A11 или A21 процессор. Не знаю, поправьте меня в комментариях, если вы помните. Я просто подзабыл. Память оперативная 2 гигабайта, встроенная 32 гигабайта. И в Antutu этот смартфон набирает 63 186. Что, в принципе, для MTK-шки такой неплохо. И самое, что интересно, я, наверное, сейчас включу маленький такой кусочек видео, где я запускаю PUBG Mobile и бегаю по тренировочной базе. Итак, загружался он где-то с минуту. Заходим в настройки. Графика. Смотрим, что вот такой вот графен сейчас выставлен. И, как я и сказал, я побегаю лишь по тренировочному лагерю. Итак, вот прогрузился лагерь тренировочный. Естественно, оно подлагивает, подтормаживает. Но, блин, как-то слишком бодро бежит. Сенсор, кстати, забыл сказать, что смартфон поддерживает 5 касаний, на всякий случай, чтобы вы не думали. Вот так. Давайте, наверное, постреляем немного. Потому что, судя по тому, что я бегаю, наверное, кажется, о, слушай, ну он уже как бы бегает. Но нет, подлагивание есть, без этого никуда. Но сам факт. Ага, взял, чтобы пострелять. Окей, давайте возьмем что-нибудь поинтереснее. Ну, видно, что подлагивает, да? Согласитесь, видно. В комментариях напишите, что подлагивает вообще там по-адски. Да, особенно при прицеливании, при приближении. Не знаю, как мне кажется, вроде как да. Сейчас еще самый главный тест пройдем. Вот это вот 100% главный тест. Наверное, потише сделаем, потому что ни хрена не слышно. Вот, мы, значит, берем гранату. Берем низкий бросок. Да, она отлагалась. И... Да нет, в принципе, все не так уж плохо. В общем, вот так вот в тренировочном лагере работает PUBG Mobile на этом смартфоне. Я не могу сказать, что он прям суперски работает, но он работает. И я удивился, потому что думал, 2 гига, come on, MTK. Но, во-первых, система работает довольно-таки шустро, что мне очень понравилось. Единственное, что мне не очень нравится, я не понимаю. Вот тут вот, когда ты заходишь в основное меню, это, видите, вверху? Это реклама или это какая-то особенность оболочки? Вот мне довольно-таки странно это кажется. Как бы, это особенность оболочки или реклама? Ну, на рекламу не похоже, потому что оно не движется, оно статично. Может, это какая-то особенность, какой-то магазин в оболочке? Вот с этим я еще не разобрался, мне это показалось довольно-таки странно. Но, погнали дальше. По поводу камеры. Она тут есть, тут можно делать фотки. Я, наверное, сейчас все-таки парочку фотографий положу с основной камеры, парочку фотографий с фронтальной камеры. И вы знаете, что меня больше всего удивило? У этого смартфона, ну, ладно, есть там съемка с фронтальной камеры видео, но можно снимать в Full HD. Вот тут уж я очень сильно удивился. Давайте пример посмотрим. Ого-го, этот смартфон может снимать на фронтальную камеру в Full HD. Честно, неожиданно, прям сильно неожиданно. Короче, он снимает видео и, в принципе, не так плохо, как ты ожидаешь от смартфона, грубо говоря, за 6 тысяч. Но вот так вот он снимает на основ... Ух ты, блин, чуть не уронил. На основную камеру. Вот она вот так, стабилизация лютейшая. Просто чик. Ну, тут как бы все нормально. Все нормально. Надо нажать. Надо нажать. Не всегда понимает, но все равно... Все равно камера включается, и это уже хорошо. Единственное, что хотел еще, наверное, добавить, это то, что есть небольшое количество предустановленных приложений, но в бюджетнике я к этому особо не придираюсь. Это бюджетник, что от него нет? Предустановленные приложения, браузер, РНХ, очень подозрительный браузер и тому подобное. Поэтому, ну, какие вопросы? Ну, это же бюджетный смартфон, никаких вопросов. В принципе, смартфон работает шустренько, день держит, камеры, на удивление, снимают не так плохо, как могли бы. Довольно-таки приятно. И самое главное, это вот, казалось бы, простая раскраска корпуса градиентом, ну, красивым градиентом, сразу меняет восприятие смартфона. Да, он глянцевый, да, залапается, но выглядит, по мне, так очень даже прикольно. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.